Сценарий у нас обыкновенный и привычный, когда доплата, когда просто развернутое отступительное слово, потом, соответственно, выступающие по отдельным, более узким темам. С той только коррективой, которая чревата некоторым сумбуром, или ситуацией на грани сумбура, что вот какие-то картины, на этот раз у нас это была тема, не помнилась еще, какие-то картины хотели разобрать сразу там двое или даже трое, если выступали. Поэтому я, видимо, так неопределительно, прерывисто построил свое выступление с вставкой. Я вначале инкрустирую свое выступление Надиной, вылазкой, да, в Надя, в картину Жок Жаделатура, Святого Иосифа. Что-то у нас близкое, видимо, и сферой произойдет. Потом Олег Евгеньевич тоже возлюбил картину по поводу Святого Иосифа, Святого Иосифа. Я не знаю, Олег Евгеньевич, может быть, ты тоже в этой же точке присоединишься, ладно? А потом уже, а твое выступление... Он уже не уроки эпизода. А? Ну, и тем лучше. Значит, ты что-то так акцентируешь и меня нюансируешь. Стало быть, мое выступление. На что бы я хотел ваше внимание обратить? Прежде всего, вот, я подозначил семинар, как «Мир при свете свечи». Так звучит, может быть, не без некоторой красивости, но искупает эту красивость точность того, о чем хотелось сегодня говорить. Да? Действительно, в буквальном смысле слова мы будем говорить о том, как мир предстает у художника, если мир освещается свечой. И, понятное дело, подзаголовок тоже не случайный. Он говорит об опыте, о христианском опыте в живописи 17-18 века. Преимущественно, конечно, 17-й. 18-й будет только кончиком задет. Двумя картинами Тома Сарайка, художника середины 18-го, английского. А так все 17-го. Причем, вот видите, тоже какая вещь. Семинар нас существует давно, и едва ли не всех художников самого первого ряда мы с вами уже разобрали. Но, может быть, за исключением Рафаэля. И сегодня у нас будут художники не то чтобы второго ряда, но, во всяком случае, не самые известные. И, что касается Хон Хорста, наверное, не самое значительное. Жорж де Латур в России известен очень мало или вообще неизвестен. Художник, который у нас известен, скажем, с французом, это прежде всего Никола Пуссен, если говорить о 17-й веке, и Клод Лорен. Ну, как минимум, Жорж де Латур – это фигура, которая равномасштабная. Поразительная эта фигура, я уже одно двадцать пиво о нем скажу. То художник этот, как бы своей локализацией в пространстве Франции, был обречен на очень вполне откровенный провинциализм. Это Латарингия. Латарингия – область, так сказать, вечного германско-французского соперничества, область, которая длительно-ременоминально входила в состав Германии, но повернута была прежде всего к Франции. Да, ко временам Латура, к 17-му веку, это было уже к культурным отношениям почти исключительно Франции. Но все-таки, все-таки периферия. И вот Жорж де Латур толком никогда, вернее так, очень непродолжительно выезжал за пределы Франции, повторю, это обозначает угрозу провинциализма. Провинциализм в нем есть. А если в нем есть что-то, осуществившись провинциальности, то оно, знаете, неожиданно повреждается некоторыми преимуществами, о чем, может быть, еще у меня будет возможность сказать. Ну вот я на Жорже де Латуре специально остановился, потому что это как-то вольно или невольно будет сегодня наш... Дима, проходите. Вольно или невольно будет у нас центральной фигурой. Так вот, дальше. Хотелось бы затронуть тему света. Мир при свете свечей. Значит, тема света. Не надо объяснять, какое грандиозное значение имеет понятие света, и вообще реальность света в христианском вероучении, в богословии, а значит и в христианской культуре. А в христианской культуре, то есть вообще в западной культуре, в средневековье и отчасти нового времени. Я подращу ваше внимание, говоря о свете, только вот на одно. Мы, скажем, привыкли говорить о том, что есть мир умопостигаемый, мир чистой мысли, а есть мир чувственно-воспринимаемый. Мысль, она как бы незрима. А чувственно-воспринимаемая, понятно, ее можно подслогать, пощупать, чуть ли не грязнуть, во всяком случае видеть и слышать. А со светом в христианстве вещь особая. Свет, он как бы существует и в мире видимом, и в мире невидимом. Свет это нечувственно-воспринимаемое. Но свет это и не мышление, не понятие. Потому что, знаете, сама субстанция света такова, что мы не можем от нее отказаться. И мы читаем догмат. И вспоминаем, вот, нет, да, вот, второй пункт, символа вера. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех лет. Света от света, Бога истина от Бога истины. Вот когда мы читаем это догматическое положение, света от света, это нам очень легко сказать, что здесь некое символ, да, некоторая условность, некоторое чувственно-воспринимаемое эквивалент умопостигаемого или невидимого. На самом деле, на самом деле, да, свет это что-то, вот, отменяющее разделение на чувственно-воспринимаемое и на умопостигаемое. Свет существует, да, о свете можно говорить как о бытии вещей на самом деле. Господь свет от света. Не уподобление, не метафора, а именно свет. Свет бесконечно важен. Конечно, это в сильной степени оправдывает наше обращение к тематике света. Ну, она у нас будет рассмотрена, так сказать, только так, в очень ограниченном масштабе, и все-таки будет рассмотрена. Мир при свете свечи. Но прежде чем приступать просто к миру при свете свечи, я хочу обратиться к двум художникам. Очень кратко. Вначале к Тициану, а потом... Константин Андреевич, пожалуйста, начинайте с чего? Вначале к Тициановским картинам, а потом к Караваджевским. Почему? Почему к Караваджевским понятно? Художники, которых мы будем рассматривать, так называемые караваджисты. И здесь очень важно понять, что они караваджисты по части, так сказать, техники, по крайней мере, части игры со светом и теней, по части мастерства. Здесь преемственная самая непосредственность. Но есть еще один момент, не менее важный. Здесь что-то в Караваджи преодолевается. Караваджи, раз и навсегда, художник гораздо более крупный, чем его последователи. Но Караваджи еще художник неразрешенности противоречия. Караваджи художник назревающего тупика, отдающего, если не небытием, то точно безысходностью. И вот этой безысходности уже не будет. Так вот, за счет чего не будет этой безысходности, я хочу вам продемонстрировать. Для начала шаг от Тициана к Караваджи, а потом, собственно, мы и приступим к... Это Карежа. Это Карежа. Да, ну вот у нас. Он был у меня... А здесь сбивается. Сбивается, да. Вот это нам сейчас сильно осложнит жизнь. Да. Щелкайте побыстрее, пожалуйста. По-моему, ощущения еще не очень скоро будет. Да, жалко, жалко. Анна Сергеевна, как это могло у вас получиться? А, вот. Да. Хорошо. Ну вот давайте, скажем... Господи Андреевич, вы начали мне вот покажите лотель, да, красавицу. Она, кажется, за ним должна идти, да? Перед ним. А, перед. Тогда она обратно, пожалуйста. Да, перед ним. Перед. Ну вот, знаете, мир Караваджа и мир караваджистов это мир освещения, которое, ну, так скажем, пока завершено не точно на темном фоне. Когда я для себя промыслил эту тему, я брал внимание на то, что на две вещи. Что вот у художников до Китсана, ну, отчасти до Тентарепта, до художников до середины 16 века, собственно говоря, свет существовал на картинах, как бы, в качестве как такового. Сказать, что изображали утро, там, полдень, вечер, надвигающуюся ночь, в строгом смысле слова, нельзя. Вот мир освещенный, да? Вот после... Со второй полной 16 века возникает, все более настойчиво, и акцентируется, да, темный фон. Вот лучшие портреты Китсана, все-таки самого большого художника этой копии, да, они на темном фоне. И вот я задаюсь вопросом, вначале по поводу вот этой флоры, да, а потом по поводу цвета молодого англичанина. Что здесь значит вот этот самый темный фон, который потом будет так грандиозно значим у Караваджа? Что это значит, что, как бы, человека под локальным светом отступила тьма, что ему фонирует она, что нечто выхватывается из темноты? Нет, это не так. Покажите, пожалуйста, еще молодого англичанина, да? Это не так. Пожалуй, у Китсана речь идет о другом, о существенно ином. У него о том, что взгляд художника, так я себе это представляю, господа, если у кому-то это не понравилось, если будут раздражения, я бы с удовольствием их выслушал. Может быть, и без удовольствия, но выслушал бы. Так вот, у него мы видим то, что выхватывает взгляд художника. Темный фон означает отсутствие того, что было в живописи предшествующего периода, что видно во все концы света. Нет, во все концы света не видно. Художник может выхватить, так сказать, в бытийствующей реальности только фрагмент. Остальное погружено в тьму не потому, что оно объято тьмой, а потому, что он сосредотачивается. Все остальное он в это время не видит, и поэтому мы тоже, зрители, не видим. Это дает великолепную прибавку. Зато мы можем вглядеться в человека, мы можем вглядеть в своего личностного. Когда-то, когда у нас был семинар по Тициану, кажется, я этой картиной касался. Если не касался, сейчас скажу только два слова. Здесь грандиозное преимущество того, что перед нами личность. Если вы скажете, что это личность, у него должна быть какая-то личностная глубина, что-то в нем должно быть такое пронзительное, ничего такого Тициан не фиксирует. Он фиксирует нам чистое пребывание личности. Мы предчувствуем, мы знаем, что самое главное, перед нами личностное бытие выражено, его внутренний мир есть, его обращенность на себя, его встреча с собой состоялась. А если вы захотите бездомной глубины, так вот Тициан, видите ли, не старался так вглядываться в него. Он хотел нам сказать, вот эта личность, которая не очень нам ясна, не очень знакома, не очень хочет нас с собой знакомить, но в качестве личности она себя предъявляет. Личности, то есть вот этому я и волну я, вот этой самой самообращенности. Остальное как бы уходит во тьму. Или как бы оснащение освещается. Это не тема тьмы. Теперь мы обращаемся с вами к Караваджи. И прежде всего, вот к этому очень... Эта картина из Лувра, она такая очень, ну, довольно пространная, висит в коридоре, в таком одном из проходов Лувского дворца. Очень внушительно, да. Она великолепна по технике. И, знаете, я помню ее лет с 12, и мало что у меня вызывало такой восторг в жизни вообще, до и после, с тем его доспехи. Они прописаны совершенно изумительно. Если у вас вот что-то есть за душой, и вы мужского укола, вы не можете не закстрелить от восторга. Как 12 лет, да. Так вот, это не просто мои воспоминания, видите, 12-летнего детяти, а здесь очень важная вещь, да. Вот вся эта вот великолепная фактурность, все эти черненые доспехи на человеке уже не молодом, но еще, так сказать, вот вполне уверенном в себе, прочно стоящем, хотел сказать, на земле. Да на земле ли? Неизвестно, где он стоит. Неизвестно, где, где, что ему фонирует. Да, вроде бы, вроде бы пол и стена. Ну, наверное, пол и стена, если так говорить на уровне здравого смысла, что еще может быть? Но здесь эффект радикальным образом отличающийся от Тициановского. Какой эффект? Это эффект не того, что Караваджа нечто выделил и всматривается, да. Это темный фон, это не знак того, что ему в этот момент до этого фона нет дела. Здесь совсем-совсем другое. Что? Здесь мир погружен все-таки во тьму. Мир – это мир тьмы. А вот в этой тьме нечто можно выхватить. Какой-то фрагмент бытийственности освещается. Но освещение носит такой характер, что оно, видите ли, что это освещение заведомо не может осветить все. Оно действительно свет во тьме светит, да. Но не в том смысле, что свет во тьме, светит и тьма не объявляя его, да. А в том смысле, что, в общем-то, нам дано только фрагментирование, что в мире господствует некая тьма. Только давайте сразу не держать это выводы, что тьма – значит зло, значит неустроение, значит хаос, значит что-то демоническое, тем более сатаническое. Нет, мир, мир, и все-таки мир – это тьма. И вот, чтобы эту мысль немножко, так сказать, акцентировать, я попрошу Константина Андреевича тогда вот вторую картину «Каравадзе» «Призвание святого Матфея». К сожалению, поскольку она многофигурна, то видно, ее будет не так хорошо. Боюсь, что вы не в ту сторону пошли. Вот призвание святого Матфея. Что здесь видно гораздо больше, чем у Лоха-Доминьякура? Это красмейстерно-бальтийского ордена. Я просто его взял, потому что это портретное рядом с портретным. Здесь многофигурное. Напоминаю, Христос призывает Матфея, а Матфей – мыдрик. Вот сидят эти милые господа, считают денежки, и вот здесь вот такое внезапное, неотменимое призвание. Призвание Христа, который простел гладь, между тем, обратите внимание, мы когда-то эту картину выбирали, как бессильно простелта его рука, как бескровно его лицо, как вяло это движение. И вот здесь что угодно, только не дух власть имеющего. И как раз простерктость его руки ей вторит вот это вот освещение. Откуда это освещение? Вы скажете, откуда, может, из окна? Здесь нам как бы объяснили. Из окна свет не светит. Вы скажете, но она светит не из окна, не из этого окна, а из другого. Нет, у Караладжи свет никогда не локализован. Вот это я хочу ваше внимание обратить. Там у нас будет тема свечи, у него источник света, как бы свет ниоткуда. И свет действительно выхватывает. И свет действительно во тьме светит. Свет только обозначает, что он родом из тьмы, и что тьма никогда не рассеется. Пребывая в этой тьме, в ситуации невозможности рассеяния этой тьмы, оно как бы нам указывает, оно нас отсылает к тому, что это действительно мир неясного и нерешенного. Это мир, который не может быть высветлен. Это мир вопроса, проблемы, мир неразрешимости, мир растерянности. Смотрите, растерян тот, кого призывают. Растерян будущий святой Матфей, будущий апостол и евангелист. Сказать, что Христос растерян, в буквальном смысле, нельзя. Но его состояние какое-то невнятно неопределенное. Оно тоже не лишено некоторой растерянности. Да, это мир, который не может самоопределиться. Это мир, в котором невозможно ничему сказать «да» через преодоление сомнений растерянности. Да, вот истина есть. Свеча истины горит. Свет во тьме светит, тьма не объяла его, потому что некий столп и утверждение заявлен. Нет, ситуация будет другая. В мире нечто происходит по знаком вопроса. Вот этот вопрос, это как раз то, что... Далее я не буду останавливаться на караванде. Это, как раз, вопрос, который подлежит разрешению не вообще как таковой, а в живописи, которой мы сегодня преимущественное внимание уделяем. Итак, сейчас мы обращаемся сразу же, Надя, к Жорджу де Латуру и к его картине с... По-видимому... Константин Андреевич, пополистайте, пожалуйста, вот там, где... А, да. Да, да, все, что, что. Мы обращаемся сразу к картине Жорджа де Латура «Святой Иосиф». Это картина, которая, собственно говоря, самым откровенным образом караваджистская. Караваджистская, потому что без техники караваджи, без его вглядывания в локальное освещение, без его игры в святотени, со святотени ничего такого не было возможно. И тут я должен одно такое секрет открыть, исключительно в нашем кругу. Надя мне позавчера укусила это самое сердце. Она сказала мне, что это Мария. Ну ладно, сказала, так я еще и поверил. Потом я мучился два дня. Надя, а ты вот скажите, это не Мария, это Христос. Пожалуйста, примите это в расчет, если не хотите неотразимых ударов в ваш адрес. Значит, это Иосиф и Христос. Вот у нас будут инкрустации, сейчас Надя попробует разобрать немножко эту картину, а я, если вы это возьмете, надеюсь, ее дополню. Пожалуйста. Ну вот, я даже как-то не ожидала, что думала, что длинные волосы, значит, это все-таки Мария. Ну ладно, попробую, что есть. Вы знаете, так уж сам в радикальном уже не меняете. Ну понятно, но в следую очередь, наверное, что картины этого художника практически все освещены именно светом свечи. И здесь это явно нам показано. Свеча высветляет человеческие лица в основном, и ближайший мир, который окружает человеческий мир. И мне кажется, что на картинах Латура также вот освещенное лицо свечой, оно, вот сами лица, они стремятся к Богу, ну вот выйти к Богу, встретиться с Богом. Но если перейти конкретно к картине, значит, здесь центр картины занимает Иосиф все-таки большую часть. Да, и он занят своим плотническим делом. Рядом с ним сидит Христос. Его лицо освещено такой прям ярким-ярким пятном света. Это даже самое яркое пятно, которое есть. Это лицо Христа получается так. Я думала, что Марина. Но вообще-то характер и разображение как и Христа, так и Иосифа может быть разным. Здесь нам представлены престолюдины, и чему свидетельствует одежда. И рукава Иосифа задран, да, он работает, мы видим передний. Вот я разослала, можно посмотреть фрагменты, очень ярко представлены. Он очень усердно занимается своим делом. Очень... Вот в фрагментах также там есть увеличенная часть. Внизу, например, да, маленький виток, как сказать, стружка. И она так красиво прописана, что поражаешься красоте... Ну вот, с какой любовью человек пишет, а Элатур пишет свою картину. То есть и Иосиф твердо стоит на своих ногах, занят своим делом. И никакого намека на какую-то утонченность и изысканность нет и в изображении самого Христа. То есть это просто людиня. Но тогда встает вопрос. Вот мы на одном из семинаров по Айвеласкису касались темы простолюдинов. И там вот как-то ясно было, что очень трудно выбрать простолюдином в сверхреальность, встретиться с Богом. Потому что он обитает все время в своем миру, внизу, занимается земными делами. Вот, например, плотническим делом. Но Евангелие же нам говорит другое, что именно к простым людям и пришел Христос. Простых рыбаков первых и призвал ученики. И мне кажется, Латур здесь именно удалось передать вот это, то, что вот именно к простым людям пришел Христос. Труд Иосифа благословлен. Он с любовью и усердием делает свое дело. Выполняет его. И он предан этому делу. А чем он занимается? Возможно, он что-то делает, он наверняка что-то делает для Христа или для Божьей Матери. И он это понимает. А особенно, здесь очень плохо видно, особенно поражает его взгляд. Потому что он породительный. Вот на Ярославе есть прямо такой яркий. Он смотрит, он спокоен. И смотрит... Он не то, что задумчив, этот взгляд. Но он обращен, наверное, все-таки в мирной. Он обращен к Богу. Потому что на Христа... И тем не менее, в глаза Христа он не смотрит. Что вы говорите? На свечу для вас. Надя, немножечко динамично. Да, я... А, ну тут нету, да, караваджи Святой Матфеи? Нет, к сожалению, нет. А у вас картина тоже? У меня есть картина. В двух вариантах, если... Нет, у нас есть картина. Вот сейчас я только... Вот просто, может быть... Вот одну я, наверное, не отпустила. Ну вот такая картина. Просто здесь очень явно видно, что... Это картина караваджи. Очень явно, что главные герои этих картин, они одинаковые. Они абсолютно одинакового типажа. Это крепкие, рослые мужчины. Посмотрите, какие у них мускулистые руки и ноги у обоих. Открытый лоб морщинистый. Одинаковые волосы. Ну вот практически все. Но, тем не менее, какова разница? И она очень важна. Да, даже и обращенность, ну, соответственно, к Богу, у того и у другого есть. И здесь, на этой картине, Матфей пишет свои Евангелия, и им руководит ангел. И он очень удивляется тому, что выходит из-под его пера. Это удивление придает динамику всей картине. Он настолько поражен, что вот это, что Бог пишет с ним. Но я сначала подумала, что ах, как хорошо. А потом поняла, что все-таки вот это, когда Петр Александрович написал, что же такое богодыхновенность. И я понимаю, что богодыхновенность же это не то, что Бог пишет вместо тебя, а то, что ты сам понимаешь то, что происходит. Здесь этого понимания нет. И если мы теперь обратим внимание, переведем внимание на эту картину, здесь как раз все по-другому. Здесь есть понимание. И если здесь это какая-то динамика, экспрессия, то здесь нет. Здесь, наоборот, здесь тишина, спокойствие, тихость. И вот за это мне очень нравится эта картинка. А можно Веда? Да, пожалуйста, Веда сделайте рептику, но или Евгения делайте. А если потом... То есть тебе будет это стабьёк, большие оговорки, например. Ну ладно, ладно. Тогда Веда, пожалуйста, делай свое замечание. У меня случилось впечатление, что... Потом он еще встает, потому что у вас никто не повезет. Что Христос, мы сказали, что это Христос. Его освещенность, его лица, средне освещенности свечи. Что свет как будто изливается из него. И он, кстати, удивлением... Ну, удивлением, а... Он смотрит на эту дверь, смотрит на Иосифа. Что он вот ближе к свечи. И вот нам, изучающего, прошла счастье. Хорошо, спасибо. Значит, вот, посмотришь-ка. Стороны, чтобы я хотелось дополнительно, чтобы обратить ваше внимание. Да, здесь, Надя об этом точно сказала, откровенно выраженные простолюдины. У латура обыкновенно простолюдины. Они заняты вполне какой-то такой конкретикой, что называется, бытовой ремеслом. Но вот здесь буквально исполняемые операции, действия совсем не совпадают с тем, что не совпадает с как. Потому что делается все в величайшей жизненной серьезности. Здесь, как бы, ощутима миссия, ощутим путь, да. И вот здесь вообще вся буквальность, как бы, переворачивается, да. Ну, буквальность. Дальше продолжу, да. Буквально совершающие действия не соответствуют его смыслу. Дальше. Свеча, которую держит еще мальчик Христос. Буквально в смысле слова он своему отцу, ну, отцу все-таки, в общем, представляет. Он своему отцу, по-моему, услужает, так сказать, поскольку темно, а работа должна быть продолжена. Но, когда мы смотрим на эту картину, да, у него есть, у этого мальчика, готовность, так сказать, услужить, послужить. Но эффекта совершенно другой. Да, действительно отмечена, свеча и мальчик в чем-то совпадают. И вот оказывается, что наклон всего туловища Иосифа, он в чем-то даже и молитвен, в чем-то, это даже и поклонение, да. Кому поклонение. Сказать, что вот, в буквальном смысле, с поклоном к мальчику, это не так, слава богу, получилось бы фальшь, да. К чему-то третьему, к чему-то третьему. Там, где двое-трое, во-первых, я с вами можно еще раз вспомнить, да. К чему-то третьему. Но это третье, ну, пускай это будет, скажем, Отец Небесный, это третье таково, что к нему причастен, прежде всего, мальчик, да. А потом уже сам святой Иосиф. И вот получается, да, получается, что, во-первых, повторюсь, что не мальчик служит, а скорее мальчику служит. А на самом деле они обращены к чему-то третьему. Другое дело, что сам мальчик Иисус к этому третьему ближе. Он как бы тоже отчасти за него представительствует. И вот когда картину рассматриваешь вот так, да, перед нами что-то, вот такое богообщение, встреча с Богом, пребывание с Богом. Все это, и этому ничуть не мешает вся вот эта вот и стружка, здесь мы видим, да, и стамеска, и всякого рода детали. И вся эта мощь натруженной фигуры, все то, что в ней, как будто, от простолюдина, оно, вот, какой-то становится мощью несколько и другого ряда. И уже не хочется думать и решать, так простолюдина это или нет, или это какое-то, что-то такое титанически микеланджевское. Ну, конечно, это не микеланджевское, да. Ну, вот по ту сторону уже, простолюдина, и какого-то верха, какой-то вознесется. Такое особое место создается. А дальше я попрошу, я хочу только еще одну картину рассмотреть сам, а потом мы тоже будем совместно. Дальше я попрошу вот... Да, пожалуйста, конечно, Марию Магдалину дать. Никто это не произнес, а можно к этому и отнестись как к благословению труда, вот, того, которое делает Иосиф, как бы. Господь благословляет Иосифа, его труд, и вот... Вот, я бы сказал не совсем точно, он благословляет не его труд, а, как бы, его жизнь. Он благословляет Иосифа. Иосиф благословен, а значит, благословен на все, что он делает. Вот так можно сказать. А, конечно, это благословение труда, вряд ли. Труд ничего не снижает, труд не обращает, внизовой ряд не подвергает. Вот это можно сказать. Костыри Андреевича. А? Пожалуйста. Отклик на Нази, он все-таки остался вопросом по поводу Веласкеса, когда мы говорили о поводу Веласкеса, что просто людям не изобразим, а здесь, Нази говорит, вот люди изобразим. Насколько я понимаю, что Нази говорилось про неизобразимость простолюдина, что неизобразимо его простолюдинство, потому что в самом простолюдинстве нет повода изображать, заинтересовываться, углубляться, а здесь его простолюдинство снимается его обращенностью к тому самому третьему. Он, наконец, уловился, сосредоточен в себе и так далее. Кстати, Андреевич, вот у нас сегодня странный сценарий. Ну, пожалуйста, давайте. Я бы заметила, когда раздавали продукцию в ВИЗИ, что Иосиф, он смотрит на свечу, а не на свою работу, хотя, вроде бы, он очень занят и делает серьезное, но смотрит на свечу. Во всяком случае, совершенно несомненно, что он не обращен на свое делание, что делает он для чего-то. Не для того, чтобы сделать из чурбана нечто, а на что-то другое. Но не на Христа. То есть, как раз на Бога. Нет, не на Христа. Вот тоже я об этом говорю. Да. Это было бы фальше, хотя бы потому, что на мальчика так нельзя смотреть. Он все-таки, может быть, и Бог, но все еще мальчик. Да. И это очень тонко чувствует художник. Конечно. Но если вы сейчас не дадите перевернуть картинки, то я уже… Ага. Да, Александр Ильич. А? Тут две, да? У нас. Ну, пожалуйста, скажите еще раз художник. Ага. Так это не одна и та же, не? Одна и та же. Да. Одна и та же. Разные, разные. Ну, хорошо. Тогда прошу секундочку еще. Ну, уже. Ну, да, ладно. Вот это знаменит, в отличие от Иосифа Плотника с «Мальчиком Христом», это достаточно редкий сюжет, как в Лурианде, это очень распространенная. Так называемая «кающаяся Мария Магдалина». Надо ли напоминать, что самая известная, собственно, ничего нечего, самая, а безусловно выделяющаяся всех картинок, конечно, тот же самый Этициан, всего, вот этой Магдалины, как висит у нас в Волгитаре. Ну, не всегда решит, а чем дальше, тем режет. Вот. Дай Бог не исчезнет. Вот. «Качество Марии Магдалины». Картина по-своему совершенно поражает, избивает с толку тем, той непривычности ситуации, потому что здесь мы не видим покаяния, да, мы видим опять просто людина, вот, мы видим опять свечу, и вот как трактовать обращенность, вернее так, не обращенность, ее как раз и нет, как трактовать соотнесенность Марии Магдалины со свечой, что за ней стоит, да, Иосиф, заметили сегодня только что, да, Иосиф смотрит на свечу, куда она смотрит? Она смотрит в самую себя. Взгляд ее затуманился, она оцепенела, и, конечно, здесь тема вот того, что можно пушкинскими словами с отвращением листа и жизнь мою, да, или читая, я не помню, вот туда, ощущение, это как бы порог, это перепутье, это растерянность, да, смотрите, даже то, как она оперлась, не смогу сказать, небрежно, но как-то безразлично, не замечая, на череп, явно, нет, явно, вот, и он, как бы, остается таким внешним атрибутом. Атрибутом, потому что она действительно смотрит вот в конец, в некий тупик, что-то ее опустошило, она к этому порогу подошла, а за порогом ей еще ничего не чудится, да, это как раз Мария Магдалина совершенно непривычного, раскаяния, покаяния еще не пришло, да, оно, оно впереди, вот этот момент, он очень тонко схвачен, он момент-то для картины как будто бы не выигрышный, да, как будто бы еще промежуточный, этот промежуток он делает как бы центральным таким. И еще ваше внимание обращу на что, вот когда изображают Марию Магдалину, то изображают ее, в общем-то, знаете, вчерашнюю распутную Геху, которая станет завтра святой. И в этом отношении была большая проблема для Фициана, у него ведь есть две, да, Марии Магдалины, одна наша эрмитажная, великолепно осуществившаяся, а вторая, у него там, волосы у нее так распущены, так сказать, соблазнительно по всему этому, так извините за выражение, роскошному телу, и она там так предъявлена, чувственно, что все ее покаяние, так сказать, вполне соблазнительно. А вот следующая картина, да, там уже этих телес нет, там нет этого, но там есть такая, так сказать, зареванность, да, и бурное раскаяние, и все равно оно там явно представлено такой, как бы слегка богиней, да, существом высокого ряда. Здесь какая-то сидит простушка, но что удалось даже и больше, чем Тициану, несмотря на то, что, в общем-то, величина, наверное, трудно соизмерима. Знаете, вот в простоте совершены грехи, и, наверное, много греха, но вот какая-то незадетность этим грехом, что-то в ней остается, но, знаете, если я скажу, что это чистота, я, наверное, слегка схвачу через край, потому что здесь, ну, непосредственно некое другое душевное состояние, ну, вот как бы заблудшись, заблудилась, да, вот что-то в ней осталось, что может в перспективе стать спасительным, да, вот как бы и жало греха не изъязвило еще. И вот это, вот это мне представляется, как бы, вот очень точным, да, такой поворот для того, чтобы это была именно Мария Магдалина. Есть грехи и страшные грехи, а есть грехи смертные, есть необратимость, да, вот это будет преодолено. И вот здесь-то, как раз, собственно, мы как будто бы и забыли о теме свечи и освещения, да, я сейчас к ней вернусь как таковой к этой теме. Ведь когда свет локализован, когда свет локализован в качестве свечи, он играет роль уже совсем не караваджевского света, потому что там, повторю, этот свет откуда-то, откуда-то, неизвестно откуда, он выхватывает что-то. Здесь свет организует вокруг себя пространство, да. Здесь свет центирует, здесь, если хотите, свет некое подобие Солнца, он что-то освещает, Солнце тоже ведь не все освещает непосредственно, да. Здесь нет этой тьмы, здесь есть градации света. Вот здесь очень-очень мало света, но это все равно свет. Нет ощущения, да, того, что вообще не может быть все освещено. Перед нами освещена сама Мария Магдалина, освещена ее жизнь, да. Вот это мы и видим, да. И свеча здесь, как бы, да, призыв. Свеча здесь присутствие Бога. Присутствие Бога, которое для нас пока еще не внятно, да. Но вот это не страшный мир, это не безнадежный мир. Это не мир вот той самой Караваджевской вечного вопрошания и раскаяния. В общем-то, ответ как-то да, да. Ответ, чтобы он стал внятным, до него еще может быть идти и идти. Мария и Магдалина точно еще очень далеко идти. Но все-таки путь намечен, да. Караваджи преодолевается. В чем мы еще с вами не раз убедимся, обращаясь к другим картинам Галджи де Ла Туро или Хунхорса. А теперь я попрошу, если кто-то хотите реплики по поводу этой картины, пожалуйста. Если нет, то я попрошу вот там, где… Можно Мария? Да. Сейчас, Елена Александровна, расскажите. Я хочу спросить у Веры. Вера меняла не у вас, меняла мои, да. Хорошо. Пожалуйста. Просто то, о чем вы говорили, да, что покаяние еще, можно так сказать, не развернулось, да. Это же вроде не вполне соответствует тому, что мы знаем о той самой Мариине Далине. У нее должно… Ну, у нее там было все переворотом. Да. И получается, что формально, скажем, Тициан, который рисует эту муру, да, он ближе, а по существу ближе подходит. Хотя это не та самая Мария Моздолина, да, но это тот самый путь к покаянию, да, который важен для любой души через… Вот такое, опять же, формальное обращение к образу Марины Далине, ну, условное, не формальное, условное обращение к образу Марины Далине выходит к тому самому. А потом, ну, давайте, предположим, что буря еще разорится, да, все-таки, может быть. Хотя, так сказать, по ее типажу не видно, она, видимо, тихонько переведет. Ощущение, что прорастает. Скорее, это вот, чем взрыв. Хорошо. Пожалуйста, Сергей Андреевич. Вот меня вот там есть картина. Анна Сергеевна, помогайте. А вот, нет, это кто? Следующая, да. А вот дальше, дальше, понимаете, да, вот, к сожалению, здесь свет, увы, не… К сожалению, в картине свет, ну, неизбежно везде перевернут, но везде перевернут, как бы до потери настроения. Слишком высветлено, да. Ну, вот на что я ваше внимание хочу обратить. А свечу никто не видит, а? Помогите мне, Вера. А, помогите мне, Вера. Где сейчас? Чтобы я это… Чтобы уверенность я обрел. Ага, спасибо. Да. Вот мы опять видим мир при свете свечи, да. Некая группа людей в окружении этой свечи. И это вопрос, который, ну, нельзя не задать по поводу, ну, по поводу жертвы де латура. Ну, как это? Кающаяся Мария Магдалина. Ну, как это? Иосиф Кортник. Да. А здесь менялы просчитывают барыши. Вот те самые мытари, да, которые не станут опорными. Никто из которых никогда апостолом, конечно, не станет. Как же это понять, да? Почему мир, да, в том же свете, а мир совершенно другой. Мир не преображения, да. Не, вот, не хотя бы, как у Марии Магдалины, первых шагов в эту сторону, да. Это не менялы, да? Не. Не. Ну, тогда ладно. Спасибо. Ну, вот, менял, ладно. Менял, менял не нашли. А вот, скажем, ну, здесь, по крайней мере, поточнее цвет. А это мир игры в космос. Ну, ладно. Игра в кости, менял и, да. Ну, опять-таки, вот этот весь мир, который занят, ну, чем он занят, да? Как бы и бабовой души. И почему же, почему же свет все тот же? Как же так? Что, добро и зло внимая равнодушно, да? Что это чисто технический прием, и как с этим быть, да? Почему? Что менял и что Мария Магдалина, что Иосиф. Вот это вопрос, который надо попробовать разрешить, да? И я все-таки обращу, коли мы сегодня уже так в перебив ведем семинар, я обращу ко всем присутствующим. Как это понять? Ну, как снять это противоречие? Ну, хотя бы в намеке. Кто-нибудь попробует, может быть? Олег Евгеньевич, под тобой есть эта угроза. Не бывает. Вопрос не должен остаться риторическим. Ну? Ну? Почему мир тот же? Мир тот же. Ведь мир же как бы не как таковой, да? Свет-то преображающий, да? Свет-то куда-то выводящий, а здесь менял их. И как же так? Вот мир при свете свечи, а мы сегодня говорим, что такое свеча, да? Которая собой организует пространство, и которая является источником света. И что же? Она является источником света, что для Марии Магдалины, что для Иосифа, что для менял? А как же так? Да? Вот как? Ага. Никто не знает про меня. Так я не знаю. А? Ну пожалуйста. Я тоже на это не знаю. Но если вы говорили, что свеча имеет отношение к свету божественному, то принцип света божественного, ведь принцип действия, пусть и ты менял, или игроки, принцип действия света все-таки свет, и, наверное, подразумевается, что какие они есть, они все-таки люди, и в них есть что высветить. Да. У меня немножко другое на отчет. Ну пожалуйста. Да. Ну поскольку ты видное место занимаешь в институте, конечно, я делаю вид, что ты правильно сказал, чтобы я бы не был. Пожалуйста. Да я для этого, собственно, и пытаюсь. Пожалуйста. Пожалуйста. Так вот. Здесь сама как бы ситуация иная, чем с другими свечами его кулатура. Она, во-первых, как-то косо стоит. Скошена вообще, не только свеча. Да. И все скошено, и вообще весь человеческий мир какой-то скошенный. Да. Хорошо. Да. Отсюда блики, которые этот свет как бы испускают, они такие тоже тревожные. Вот лица, какие-то части лиц выключены. Ощущается неустойчивость и ложная ситуация. Бог тоже присутствует. Он присутствует, скорее, как обличитель, как предупреждающий. Кто-то говорит, что здесь происходит не то. Чего сами они не видят. Спасибо. Вот здесь правда, это не упрёк тому, что Олег Евгений, но здесь ничего не скошено. И все равно, да, смотрите, какой милующий свет, как хорошо. Да. Поэтому вот, да, Бог присутствует. Но вот я бы, понимая, немножко бы смешил ситуацию в каком смысле? Он, кажется, здесь не судить все-таки. Здесь, вот здесь горит свеча. А свеча что такое? А свеча – это в каком-то смысле призыв. Свеча – это то, что благословлён мир, и даже в лице таких людей. И пусть они творят это своё не то чтобы непотребство, пусть они занимаются необязательным пустым занятием. И вот само это занятие, необязательное и пустое, оно на них откладывает отпечаток. Да, есть скошенность, есть вот этот беспорядок, дисгармония. Но что-то их проняло. То есть где-то они, не подозревая об этом сами, зачем-то пронизаны. Где-то они пребывают, сами этого не сознавая. Свет всё-таки не только освещает, но и освящает. Освящающие света вот здесь есть. И в этом смысле я всё-таки готов считать, что нет такого неразрешимого противоречия между вот тем светом, да, светом для святых и светом для, ну, если не заблудыть, то... Ну, здесь ещё красок не хватает, да, наверное, чтобы это было в таком же вот колоре, как здесь, а на эту голову. Да. Ну, вот это я картину не буду сейчас разбирать, потому что это верена картина. Ну, просто очень хорошо видно, да, тоже. А здесь тоже игроки в кочке, а здесь даже и Хария есть одна совершенно законченная, да. И всё. А? Вот. И что-то их коснулось, да. Вот как коснулось, и кого это уже будет, я знаю, чужого хлеба мне не надо. Спасибо. А теперь мне, Катерин Андреевич, покажите вот там, где... Вот, Аня, где у нас женщина с этой самой? С Блохой? Да, с Блохой. Ань, Катерин Андреевич. Куда Катерин Андреевичу идёт? С начала. Правильно, да, он идёт сюда. Ага. Ага. А вот эта картина у меня вообще почти выступление вернулось. Когда я листаю альбом, смотрю на эту картину, да. Опять это освещение, опять вот все его посткараваджирские приёмы, да. И я так смотрю, как-то я простой, думаю, чем она занимается? Что же она так сдавила? И меня вдруг такой ужас раздавит. Уж не выдавливает ли она из себя плод, да. Уж не грешит ли она страшным грехом, да, где-то убийство. А потом, да, потом я, кстати, всё проклял. Потому что это, оказывается, картина, которая называется женщина, убивающая, да, Блоху. Ищущая. Ищущая Блоху. Ну, знаете, если вы хотите придумать ситуацию более сниженную, да, если у тебя там хочется по музыке сказать, ну, может, есть какая-то, ну, какой-то мифологема Блохи, может быть, она, пожалуйста, может, она входит в какой-то там высокий ряд, или я не знаю, да нет ничего такого, да. Блохой ничего не сделаешь. Мастер Блоха, если у Гоктмана в одной из его повестей, да, ну, она же насколько ироническая, ничего там не вытащишь. Вот женщина, убивающая Блоху. А как бы освещение, а настроение предъявить на то же, что Марии Магдалины, да. Вот как с этим-то быть? Это же какой-то скандал. Вот как? Попробовали, а? Олег Ильич, попробуй. Все добрые. Попробуй. Ну, то, что он действительно мало отличается, да, от общего, как бы, настроения Марии Магдалины и уважения. Вот. Ну, вот это говорит, это так, да. Ну, может быть, повернуть и вспомнить Иосифа, да, как это ни странно. Да. Да. Вот Иосиф плотничает, да. Женщина, да, ну, видимо, перед сном, да, она, так сказать, пытается поймать это докучливое животное. Ну, это ее движения, они какие-то не суетливые, да, она как бы замирает, да, в этом. То есть, общее достоинство, да, вот человеческое пребывание здесь нисколько не снято, она не гоняется за этим существом, да. Вот это вот, как, никакая боль, как бы, от возможного там укуса ее не занимает, так. Она просто спокойно избавляется от какой-то помехи, да, она вот, как бы, так-так, все-таки живет в своем человеческом достоинстве, если угодно, в богоприсутствии, да, и вот вот это богоприсутствие, оно не только вызывает к возвышенному, там, и так далее, да. Убить плохого, мы все-таки Бога имеем. Да, да, а то, что да, избавить себя есть возможность от того, что просто мешает жить какой-то мелочи, да, в каком-то пустяке, казалось бы, да. И что это тоже значимо, да, что это тоже, как бы, вот человеческое дело, если можно сказать. Нисколько не принижает человека, и не убивает. Ну, тоже, понимаете, в целом согласен, а акцент бы все-таки сместил, да, тебя вообще-то заинтересовало ее делание, да, еще тут плохой, а я бы вот немножко был посторонним в каком смысле. Да, вот стоит свеча, предельно простая обстановка, такие стулья, да, угловато-убогие какие-то, да, неказистые. Женщина, да, сказать, что она дурнушка или нехороша сильно, или там же, не дай Бог, уродлива, ну, нельзя. Красавица, ну, вряд ли, да. Какая она? Ну, вот какая-то невнятность сохраняется такого, да. Вот какого у нее выражения лица? Да, она спокойная, но она какое-то еще вот туда опустилась, замерла, даже не оцепенела, а чуть-чуть как бы распала, да. Значит, мир Божий здесь. Ну, сейчас я это говорю, ага, вот. А теперь мы возвращаем, да, но гореть свеча, да, и, пожалуйста, и все равно, мир, в котором она пребывает, да, это мир Божий. Вот тут я совершенно согласен, да, это мир Божий, как бы в нем никакой дыры, никакого разрыва не будет, да. Вот этой трещины бытия не будет, в нем вот. И такое возможно, все равно он освещен, что-то в нем сохраняется, тем не менее, да. Как бы, я бы хотел только одно, что вообще ничего не страшно, нет никакого там последнего ужаса или просто Караладжевской неразрешимой тревоги. Да, да, все хорошо весьма, вот хорошо весьма, на каком-то уровне хорошо весьма, человеческое, да, низкое, да, может быть даже и не просто низкое, но низменное. Да, ну вот оно такое и есть, да. Ничего в нем хорошего нет, но, ну вот мир не рушится, да, мир освещен, свеча есть. Тьма не объяла его, и ничто его не объемлет, да, тьмой. Вот на такой грани что-то, мне кажется, было бы более немножко осторожно. Вот это то, что я хотел по поводу от себя, так сказать, да, у меня еще есть переход к Райту, но я, наверное, сейчас дам слово другим, а потом, может быть, еще к Томасу Райту вернусь, вот там, где со светом происходит некая такая метаморфоза, уже как бы не ответ на Караладжевский вопрос, не Бога присутствия, а что-то иное. И все-таки это будет еще Караладжизм, тот импульс до локального освещения и темноты вокруг там сохранится. Тогда давайте, Вера, вас, да, вы свои картины разберите, а потом, Надя, напомните мне, пожалуйста, у вас какая-то картина там? Поклонение пастухов. Ага. Ну там, Надя, поклонение пастухов. Почему? Лату, да. Нет, лату, пока мы сейчас его закончим. Вера, вы думаете, на лату вы сидите. А? Да, вы, пожалуйста, смотрите, что такое. Вот картина отречения Петра Жоржа де Латура. Здесь кажется, что два мира, мир, где вершится священная история и мир земной, мир игроков, совершенно разделены между собой. Игроки погружены в свое занятие и не обращают внимания на Петра, на то, что происходит. Петр же совершенно типологичен, праведен и смирен. Даже иконописен, давайте учили. Иконописен. Да. Он пребывает в состоянии созерцания истины, можно так сказать. Мы разберем эту сцену, служанку и Петра. Служанка? Ладно. Читаю. Игроки совершенно заняты своей игрой. Служанка, вопрошающая Петра, а Петр не вызывает их внимание, но ощущение присутствия Христова в этом мире лежит и на них. То, что вершится за их спиной, каким-то образом освещает их. Эффект освещения свечой делает преображенными и их. Они увлекаются в то, что вершится, что уже свершилось. Крайняя правая фигура уже, кажется, смотрит на происходящую сцену. Хочется обратить внимание на жесты рук Петра. С одной стороны, кажется, что он хочет скрыть от чужих глаз то, что он увидел. Одна рука прикрывает что-то, другая рука просящая. Кажется, что он осознает собственную человеческую природу и молит Бога о помощи в прозрении. Служанка соучаствует в его педе, сострадает, понимает и тоже преображается. Это мир, в котором Христос уже просиял, и отблески этого преобразующего света ложатся на всех персонажей. Эффект освещения свечи каким-то образом преобразует в саму ткань реальности. Вот говорили о том, что очень красиво, еще у караваджа очень красиво прописаны костюмы, фактуры. И здесь мы тоже это видим ярко. Глаз невольно любуется блеском доспеха, фактурой одежды, объемом тел при таком освещении. Хочется возрадоваться и воспринимать благодарность Богу за этот мир. Мне кажется, что можно привезти королевку между углублением света свечи и образом играть стихотворение Олега Евгеньевича «Звезды и угли». Небольшая цитата из стихотворения. Скажет уголь, погоди, там на небе мой пламенный брат, от него только свет отожди. Знай, меня он все две ста крат. Я о брате тебе расскажу. Слышишь пламенных искр перезвон? Брат далек, но о том не тужу. Брат со мной, видишь свет, это он. Да, ответ на вопрос, что возник. Звезды, угли, различия нет. Сажу тьмы, подчиняя проник, В них нам все освещающий свет. Теперь сажа сама хороша, Черный бархат на саже теперь. Но караиты ее не спеша, Чтоб не было света потерь. Параллель проникновения света в материю И преображение ее в драгоценный бархат И идентичность света небесного И света воспроизведенного на земле. Мне кажется, в средственной живописи Вот здесь, передом. Здесь тоже сажа становится бархатой. Да, хорошо. Что у вас в этом будет? Первое, значит, сейчас будет Действительно, перепад латуром все-таки. Знаете, вы выступали, сейчас Елена, что у нас латур. Значит, все-таки вы, я забыл про вас. Значит, все-таки вы, а потом уже надел. А, ну кого? А, ну кого? Зависит на дебракцию Да, я хочу, что это уже... Да. Я уже скушу на порту. А, есть? А есть? Да, да, есть все. Так, пошел туда, чипал, что? Все нормально. Да, да. Не буду делать, Вот так, как я видела, может быть, есть ли она? Сейчас я попробую открыть, да. Нет, да, просто там всё то, спасибо. Со светом, да? Да, там со светом, не совсем так, как хотела. Ну, пожалуйста, говорите. Просто, что здесь, поскольку я явно не основной оратор, то я хочу только на детали какие-то внимание обратить, и, собственно, на этом, видимо, закончить. Просто, вот опять, да, свеча, да, как она существует в картине, как свет существует в картине. Это, ну, как все мы, я думаю, помним, да, сюжет библейский Иова и его жены, и жена его, явно с ним не согласна, да, в том, что он за человек. И вот, если читать священную историю, да, то там жена его, ну, ясно, совершенно однозначно, весьма несимпатичная особа. Здесь, опять же, если вот формально брать, ну, я не знаю, где лучше она видна. Здесь она совсем в такой дымке. Ну, в общем, она женщина, хорошо одета. Даже вот то, о чем говорила Вера фактурой, можно полюбоваться. Опять же, вот эти вот выписанные рукава, она аккуратная, хорошо одетая. Она такая, когда говорил один герой Диккенса о своей жене, видная женщина. Вот представительная, и совсем иссохшая, морщинистая, и пребывающая в тени, а я потом тогда попрошу вас, да, в тот момент, как вы можете, пребывающая в тени и весь, ну, неказистый Иов. И вот вроде бы, да, если мы раньше говорили, что свеча вроде бы высвечивает там, где света больше, да, где смысла больше, здесь свеча вроде бы высвечивает именно жену, а не Иова. И получается, что же, правда, на ее стороне, ну, вот, мне кажется интересным ход такой, что ее-то она высвечивает, но... Да, спасибо. Но освещая ее, такую, уже саму по себе освещенную такую громилу, нависшую над Иовом, да, эта свеча еще и делает так, что за ней огромная тень такая, как гора, вот свет падает, свет существует таким образом, что он как бы посленно выявляет ту тень, которая есть в этой жене. Вот она там, ясно, что вот здесь она отчетливо вполне, эта тень прорисовалась, а там дальше она где-то теряется впечатление, что расползлась по всей стене. А Иов, который вроде бы освещен гораздо меньше, но освещен все-таки, он освещен таким образом, что тень он не отбрасывает. И не потому, что, естественно, это уж я так просто, такая ассоциация. Горянуха, когда пришел к Римскому после того, как его коровец под годом отдубасил, да, он не отбрасывал тени. Ну, ищи, что тени отбрасывает вообще как-то... Да, 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 вот я это имею в виду, нечисть не отбрасывает тени, да, человек ею подпорченный. А здесь он не отбрасывает, здесь тени нет, потому что в нем так существует свет, да, хоть он и неказист, но вот в свете. Ну, вот это вот то, что касалось моего наблюдения по этой картине, если никто... Да, такой вопрос к вам еще, дополнительно уточняющий. Вот все-таки, значит, роль света какая, вот стяжку сделает, какую здесь роль света играет, тем самым? Ставящий все на свои места, ну, я думаю, так, да, восстанавливающий ста, да, да, не просто игры какие-то, да, а вот выставляющий смысл. Хорошо. Ну, это вот святая Анна с младенцем Христом. Здесь свеча, опять же, просто деталь, свеча горит, да, и свеча светит, да, и она является центром картин, мне кажется, ни на одной картине. Опять же, что мне показалось, вот именно здесь интересным, добавляющим к тому, что уже сказано. Ни в одной картине из прежде нами рассматриваемых свеча не является, не занимает так много места, да, и не является таким абсолютным центром. Ну, оно и понятно, поскольку здесь все свято, да, святая Анна, святой младенец, святая, у святой Анны, да, в отличие от предыдущих картин, лицо не простое, да, даже, вот, не, как мне кажется, ни без изыска, разве что вот здесь, да, что-то такое. Она, простите меня, знаете, в стиле чего, что понятно, кстати говоря, исторически, в стиле деревянных скульптур несколько. Да, да, ну, я хотела сказать, что не про деревянные скульптуры, но в том же, мне кажется, духе, что оно такое, черты такие нежестковатые, да, но какие-то очень-очень определенные, что ли, да, и вот вроде бы свеча такое длинное пламя, и нос, в общем, ну, не из коротких, и, но это не недостаток в данном контексте, а как бы вот то самое единое пространство, все согласно со всем, да, вертикально определенная сверху, рука тоже очень трогательно, что рука, она и прикрывает, ну, и прикрывает, может быть, от пламени, да, и прикрывает пламя от ветра, и соответствует вот всему этому, всей этой вертикали определяющей, и соответствует вот этому самому лицу с такими удлиненными чертами, да, и узкая, и узкий овал, да, и узкий удлиненный нос, который в данном случае, да, работает вот, если в деревянных скульптурах, да, ну, как я понимаю, там такая появляется суховатость, то здесь вот общее настроение просто вертикали, устремление туда, вот, за пламенем, ну, вот, кажется, все. Хорошо, спасибо. Тогда, Надя, я бы сейчас для вас тоже обслуживать, ведите смело, картинку я беру на себя. Да, смотри, да, смотри, да. Только шесть, там. Вот, спасибо, напомнили. Ага. Ну, совсем маленькая, это иллюстрация, если бы, ну, у меня тоже несколько только замечаний по этой картине, наверное, так. Можно я тоже? А сейчас я вам покажу, просто я не покажусь. Да. Заходит до вас в связи далекой звезды, да? Здесь, мне кажется, изображены тоже простолюдими, так же, как и на картине, ну, как и на большинстве картин «Натура». Мне очень показалось странно, вот, что младенец так изображен, как, мне кажется, не очень красиво, как будто бы как кокон какой-то, или даже как мумия запеленали его. Божья Матерь тоже так вот немножко застыла, что ли. Ну, и вот на этом фоне, тем не менее, если мы опять вернемся к свече, тот же эффект, что и в картине с Иосифом. Свеча и Христос одного цвета, то есть они центрируют картину и выстраивают вокруг себя людей. И получается, что где двое или трое воина, там и церковь. И вот пастухи пришли на поклонение к новорожденному, Рождество. И не может не умилять ягненок, который к нему вот так вот склоняется немножко. Конечно, это, наверное, прообраз заблания, распятия. И все собравшиеся люди смотрят с тихостью, с серьезностью, с вдумчивостью. И они тоже как будто знают, или предчувствуют, что будет потом. Что это не просто Бог явился мирно, а что Богу надо будет еще пострадать и быть распятым. И это как-то, мне кажется, здесь показано. На их лицах, особенно у пастухов. То есть, вот, мне кажется, что картина такая рождественская. То есть, Божье присутствие ягнок здесь представлено. Да и Божья Мать здесь тоже не... Что-то царственное в ней есть. Это и молитвенные сложные руки, и одеяния, отличающиеся от других. Ну вот, Надя, я только добавлю, что вы забыли сказать, что это круговое движение. То есть, картина как бы прописана, как неразомкнутый круг. Она формально разомкнута, чтобы все видели. Но ритм-то задан, что круги нет ущербований. Да, это все действительно молитвенное собрание, это действительно церковь, действительно весь свет. И еще один момент, чтобы вы понимаете, поскольку в этих, международных, это хуже видно. Как обследовалась тьма? То, что тьмы нет. Понимаете, очень важно, да? У Караваджа все уходит во тьму, так или иначе. Здесь, и не только здесь, на чем играет Джордж Делатур? Конечно, свет как бы изнемогает, свет где-то есть ближайшее, более освещенное, а дальше освещение ослабевает, разуплотняется. Но в тьму не уходит. Весь мир освещен. Есть как бы и радость, и от света, и от света уже кругами расходит. Если вы скажете, что а вот здесь разве не тьма? Да нет, это тоже не тьма. Это такая густая тень, понимаете? Все равно, как бы, свет его тоже выбирает. И вот то, что Караваджевская тьма преодолевается, что свет не из тьмы, ну, свет не из тьмы уже потому, что есть свеча, да? Да, но свет, как бы, вообще все освещает. Если что-то не освещено, ну, свет осветит, не беспокойтесь. Надо будет, и будет освещено. У Караваджа другой эффект. У Караваджа и намека нет, и предположения нет, и ожидания нет того, что и дальше свет что-то осветит. Нет, там будет густо, тьма, там мир не ясного, не решенного, как я сказал, там не подлежащее освещению. Потому что мир так и остается проблематичен в своих основах. Самое главное, самое главное, не действительно не решено. Вот здесь как раз такое, одна из самых выразительных у меня в этом шутской картине. Вот это маленькое отмечание к нам. Спасибо, Надя. Значит, у вас все. Теперь у нас сейчас пойдут ухабы. Наталья Михайловна, пожалуйста. Прерыв постепенности, но... Ну, значит, я... Тихо, не надо, я переструю. Тихо, не надо, я переструю. Значит, тебе такая просьба. Вот у тебя просьба будет. Я... А что это такое? А я, кстати, на застоя... Тебе такая просьба, значит, все-таки уязать с ранее проговоренно, хотя бы по контрасту, но не забудь, о чем у нас это говорит. А как это все антинарные чище, это просто тот самый, что я вызвал после надежды, потому что я, ну, за время семинара я два для себя задачи новой ставила, последним было катава, показать вот так уж трехпортерной линией путь, который прошел сюжет, самый первый, да, сюжет поклонения пастухов, да, богомладенцев. Почему? Потому что тема, которую сегодня мы вынесли в заголовок семинара «Мир вокруг свечи», он своим источником имел, имел тему вообще света, света в живописи, света, различных среди выписи о богословии, о здоровом опыте церковной практики. Ну, вот то, до чего, как собирался опыт церковной, да нет, это корриджио, будете ли я за самую первую? Это греково, это корриджио. Пока мы на нее не смотрим, пока пытаемся послушать то, что я сказала. Тот опыт, как бы, трактовки света, да, света нетварного, божественной силы, огненного столпа в книге исходу евреев, неополимой купины в Ветхом Завете, и, конечно же, света преображения, в живописи реализовался, ну, начиная с 16 века. Вот то, как вот этот церковный опыт восприятия света в мироощущении человека 16 века впервые мы встречаем в полотне поклонения волков у корриджио. Это первая треть еще 16 века, почему Петр Александрович обозначил ее как ухаб, я имею в виду мою тему, тему моего выступления. Но я на этом не буду долго сосредотачиваться, действительно, показав, вот как эта тема развивалась и чем она завершилась у представителя мира у света Чехопорста. Итак, начало 16 века. Здесь мы встречаем вот буквально то, как опыт католической церкви воспринимал сюжет поклонения волхвов, ой, простите, именно пастухов, когда картина, увы, перевирает тот источник света и его распределение, как он есть в более качественных репродукциях, не говоря уже в оригинале, это картина из Дрезденской галереи. Когда сцена рождения и поклонения, простите, когда Рождество Христа становится известно первым, благовестие получают пастухи, первые же видят богомладенцы именно пастухи. И вот то, как происходит вот это вот притеча, предвестник, преображение, с которым мы встречаемся уже в Новом Завете, изображено, в частности, на этом полотне Карельжия. И сделалось лицо его как солнце, одежда же его преобразилась как свет. Не преобразилась, а стала как свет. Пока что еще этим светом является сам волновладенец и его пеленочка, в которую он завернут, развернув которую, мы видим вот эту удивительную реакцию пришедших сюда поклониться пастухов. От какого-то такого тихого, веселого детского изумления юного пастуха до не знающего еще как отреагировать старца, до неготового еще принять свет Божий на себя и принужденно заслониться вот этой женщине-крестьянке. Итак, это XVI век. Дальше линия развивается, пройдя через Эль-Грековский, будьте любезны. Эль-Грековский совершенно такой грамматический надрыв, когда Рождество открывается пришедшим поклониться пастухам, как некое возревание катастрофы, которая закончится распятием. Здесь все взволновано, все экстатично. Сами пришедшие сюда волхвы и ангелы на небесах, как языки пламени, свет божественный заливают полотно таким образом, что мы предчувствуем именно не преображение, а только распятие. Идемте дальше. Для меня... Да, нет, будьте любезны, Мурилия. Мурилия. Классическим решением сюжета поклонениям волхвов, там, где тема изобразительных возможностей света получает свое наиболее, мне кажется, такое адекватное, спокойное выражение, это в полотне Мурилия, которое вы увидите у нас в Эрмитаже. Что мы здесь видим? Вот здесь действительно вся концентрация света сосредоточена именно в воспеленутом богомладенце. Он несомненный источник света, он высветляет то, к чему прикасаются тоже, как и у Кариджи, еще до конца, может быть, не понявшие эти первые апостолы, те первые пастухи, которые понесут им сейчас вновь открывшуюся истину в мир. Иосиф Плотник отступил на задний план, молив молитву на руки, потому как ему пока что нечего сказать. Богородица записывает в сердце своем те слова, которые произносят пришедшие крестьяне. А они, как дети, склонились в этой своей непосредственной открытой реакции на то, чему они сейчас и касались прикосновенные. Вот это дал нам Мурилия. Но это уже конец 17 века. Будьте любезны, ему предшествовал более жизнерадостный, тендеретовский ход разрешения этой сцены и сцены изображения вот этого мультварного света. Перед нами до сих пор, видимо, существующий в сельской местности образ хлева, где на втором, более сухом этаже, сушатся сено, здесь коровы и прочее, прочее. И вот пришли пастухи. Мы здесь не видим той сумятицы, которая существует на полотне Эль-Грека и даже в более смягченном, но тем не менее взволнованном мире кореджевского поклонения волхвов. Здесь скорее вот такое радостное движение, деятельность, желание как-то чем-то помочь оказавшемуся в этой очень непростой ситуации с святому семейством. Свет на этом полотне, не на этой репродукции, а на полотне, которое существует, опять-таки, в хороших репродукциях, не говоря уже о оригинале, свет вот в том разобранном потолке или крыше этого хлева. Он за парящими, точнее, набившими над этой разобранной крышей хлева ангелами расходится как бы кругами отброшенного в воду камня. Вот этот вот эффект расходящихся кругов, это действительно как бы брошенное откровение человечеству в рождении бога-младенца Христа. Тоже цвет нетварный, и полотно тоже относится к серии тех, которые, ну, так пользуясь музыкальным термином, можно назвать как бы картины ноктюрны. То, что происходит во тьме, то, что во тьме не как в дверь, не как в действительно каком-то незнании, а в темноте как в прикровенном, сокровенном, вот таком оберегаемом пространстве. Вот смотрите, до тех полотен, которые я сейчас так вам очень бегло называю, поклонение волхвов всегда изображалось, ну, в европейской живописи, и на иконе, при свете дня, это некое торжественное, такое открытое, под солнцем происходящее событие. Здесь же тема вот этой прикровенности, сокровенности решается тем, что источником света является только вот этот вот свет нетварный, да, или сам богомладенец с его пеленами, как прообраз преображения, или вот этот свет божественный, свет Духа Святого, который действительно просвечивает вот события, соприкосновение на которого оказываются персонажи полотна, например, для Центаретты. Чем все заканчивается? Бегу дальше, будьте любезны. Заканчивается. И я сейчас закончу. Хохорст. Век 17-й. Формальные признаки сюжета поклонения волхвов все присутствуют. И богомладенец, вне всякого сомнения, источник света, никакой свечи наподобие той, которую мы сейчас смотрели, у Латура нет. Но хохорсту, как человеку 17-го века, уже не изобразить поклонение волхвов вот так непринужденно, как это получалось у его предшественников. Посмотрите, насколько нарочиты, я бы даже сказала, почти фальшивные реакции изображенных здесь пастухов. Вот тот, который в возрасте, он то ли отшатнулся, то ли набросится сейчас на богомладенца, то ли, знаете, вот иногда, когда фальшивишь, он не знает, как себя повести, и получается некая нарочитость. Некая нарочитость. С каким-то интересом, с сильной степенью перемешанным, с недоумением, недоверием и, в общем-то, отсутствием всякой радости, смотрит вот этот более старый пастух. Ну и такой неопределенно, может быть, радостный, удивительный, надо же, как здорово, там что-то такое светится у этого юного пастуха. Ну, Богородица более традиционная, в собранном, спокойном виде, может быть, немножко так горделивая. Но 17-й век как бы вот тут утрачивает, ему нужна свеча уже. И вот совсем уже заканчивая. Надо заканчивать. Да, воистово совсем уже заканчивая. Вот все-таки мир при свече, мир у свечи – это попытка сделать сокровенным не то, что таинственно, а то, что не публично, то, что надлежит, в общем-то, скрыть и осуществлять наедине. Поэтому и ищут блох, и освещают плотника, как исключительно такие вот бытовые, жидейские, только человеческие темы. Здесь мы даже еще в холхорстве видим попытку изобразить все-таки таинственность света. Ну вот так вот. Спасибо. Значит, подожди. Да. Пусть будешь добрый вот там, где вылили, ага. Да. Но все-таки, ну ладно, холхорство-то так, это великий художник. Ну мне, да. Так, источник света. Сам Богомладенец и его пелена, как те вот будущие облаки света, в котором он явится трем апостолом, да, на фаворе, вне всякого сомнения. Повторю, в оригинале это бьет поразительный эффект такой. Ну, а вот есть как бы тема правдоподобия. Достаточно правдоподобная, это не разрушает картину, не делает ее искусственной. Нарочитый, несколько декларативный. Да. Ну, было бы ли более естественной, если это более естественной и более, как бы вам сказать, правдоподобной, используясь ваше слово, в полотне латура, да, вне всякого сомнения нет. Но она красива, она прекрасна, она таинственна. Я не вижу искусственности, насколько вообще человеку дано изобразить неизобразимое. Может ли тварный, рожденный человек, нетварный свет изобразить. Ну, вот, только так. Ну, вот, вот, как говорится, спасибо. Все. Да. Все, что-то, на что-то внимание обратить. У Натальи Михайловны, при том, что совсем почти можно обратиться, как бы возникает такая ситуация, это, а нужен ли опыт лату, латура, например, нужно ли вот играть со свечой, если вот сам богомладенец испускает свет, и чего там все ясно. И вот здесь, все-таки, стоило бы обратить внимание на то, что насколько такая картина, как у Натальи, проигрывает именно по сравнению с латуром. Потому что там, как бы, тема света, ну, чисто как художника, да, проработана очень всерьез. Там свет действительно, ну, вот, остается светом. Свет, как бы, и во всей своей естественности предстает, да, и именно мы видим свет свечи. И вот когда именно свет свечи, да, оставаясь светом свечи, еще и освещает, я полагаю, что гораздо выше, чем, скажем, у, достаточно все-таки, в основном, условный прием, да, у Мурилия. Да, Мурилия делает вот эти белые одежды, делает этот свет, который все так, отчасти, умылительно освещает, да, конечно, от такого света такие блики не падают, все это становится условным, да. Да, и вот я просто к чему это говорю, что надо отдать должное Жорзу де Латуру, несомненно менее известному, да, и прославленному художнику, чем у Мурилия, в его преимуществах, да. У него и мир-то такой, как бы это сказать, да, вот простой и скудный, но со светом происходит очень более серьезно, чем у Мурилия, да. Вот. Я сейчас не беру великого и столь мною почитаемого тинтолетта, там все-таки не свет, да, свечи, не свет искусственный, так сказать, не свет, который пронизывает тьму, но вот так пронизывает тьму, мне кажется, что тут надо, как бы, вот отдавать должное Долатуру, а то у нас получится, да, немножко, как бы… А можно маленькой вылететь, да? Вот в картине, которую Елена Александровна рассматривала, святая Анна, столь младенцем, ну, в этом скурсе-то и все, не знаю, не возникло ли у кого ощущение, что это абсолютно нечто мертвящее, вот она стоит на спеленном коконном, вот как будто бы умер младенец, и она… Вот это? Нет, Анна, и она… Как деревянная, как деревянная, деревянная лицо. Да, и в этом смысле Латур иногда заигрывается, иногда перебарщивает, он касается того, куда его метод изобразительный возможно лучше не применять, вот, в частности, вот в той картине, она абсолютно цену… Ну, мне это показалось… Ну, мне это не было в таком причине. Ну, вот… Там… Вот. Вот. Вот насчет… Вот спеленный для сам младенца, как раз я подумала, там смотрела, у меня что-то не договорила, младенец освящен даже вроде бы меньше, чем… ну, не вроде бы, а меньше в нем света, и это как раз, мне кажется, соответствует вот этой такой жесткой спелену, то есть, потому что он тот, кому еще предстоит явить себя, там еще все будет, а тем лучше она, что она, это уже, вот, как бы прибирает. Там собранность, мне кажется, там не мертвенность, там собранность такая, сосредоточенность. Мне кажется, вам можно такое ощущение, как Матана Михайловна, это потому что, вот, я смотрю Индели, вот, мне отсюда кажется, что графически свеча, она непонятно где стоит на столе, или вот… Младенца. …визуально на младенце, да, и от этого какое-то ощущение такой реальности, и некоего такого вот непонимания ситуации между младенец, где раньше найдем свеча, оно, естественно, несопоставимо, но, возможно, это просто результат, ну, то есть, вот… Ну, вот отсюда, Настя, вот здесь это как-то еще нормально. Ну, вот я говорю, что подходит. Да, это ракурс. Нет, там уже в компьютерном все искажается, то есть, не все, а очень легкие искажения, там все это просто… И там еще рука очень мягкая, я тоже это не сказала, вот она как будто принимает в себя свет свечи. Ужасно, она, казалось бы, должна была от его лика немножко свечу сделать, чтобы ребенку не слепел. Ну, дело уже, знаете, к сентиментальности. Нет, ну, все, это мы заканчиваем. Я хочу все-таки внятна обратить внимание на то, что Мурилио, возможно, или и колледжио, возможности света не выявляет, да, у него свет прописан совершенно условно, у него нет вот этого, да, ночного света свечи, нет, у него нет ночи, вот, это все, это все действительно по-своему, я очень люблю Мурилио, но это… Свет здесь, как бы тебе сказать, это дело такое, условное вполне, да. А не надо сказать, что это есть какой-то шаг к свече, да, вот от того, скажем, света мистического, да, который всегда присутствует, неизвестный источник… Вот это есть мистический? Да, он здесь мистический, но вот здесь уже так локализовано, что в следующий момент уже свеча появится, можно сказать, сам младенец свеча. Каравальчик, свету каравальчик. Когда мир отдельных замкнутых пространств, освещённых каким-то… Ну вот вы знаете, я как-то не могу это сказать, потому что фон невнятно прописан, он как-то несерьёзно задан, ну вот так, несколько случайных, понимаете. вот, и вдруг такое какое-то синеватое, да, что это, тьма, свет, ну, мне кажется, здесь что-то… Саша, можно сказать, что от этого к свечи шлила живопись всё-таки? А я думаю… Я думаю, что вот это мимо свечи, есть путь свечи, а мы или более традиционный путь, да, какой был у колледжа… Да, как бы они этот опыт в себя не вмещали, у них другой путь, в чём-то у них есть преимущество, но это не путь свечи, вот моё уточнение, чего касается. Ну вот они и разве… Я почему не закончила 17-м веком ханхорстом и мурили, а не современненькие… Так я и до 20-го современненькие… Ну, а ханхорст уже выхолоченная сейчас… Нет, а ханхорст – это… это начало 17-го века, нет, там хронология… Мурилия после ханхорста… Ну… Хорошо, спасибо, Олег Евгеньевич. Ну, если это сын, то, пожалуйста. Да, я не легкий, конечно. Я легкий. Да, я легкий. А можно я просто сначала, да? А, пожалуйста. Это учебное учебство ещё. Вот, собственно, чем закончил он, например, Михаила, да, человеческое, да, слишком человеческое, и вот… как бы, это свет. Человеческое и слишком человеческое, можно даже не слишком, слишком, наверное, не надо, просто человеческое, да, это, наверное, в Евангелии это тема Иосифа, обручника. Да, и это картина Ребрандта, сон Иосифа, да, но как раз второй сон Иосифа, что ангел являлся Иосифом дважды, да, это как раз пробуждение Святого Семейства для того, чтобы бежать в Египет. И здесь, как бы, акцент сделан на Иосифе, потому что ангел дотрагивается, будет именно его, но в то же время, несмотря на вот эту, как бы, сосредоточенность на человеке, а, ну, как отмечается Иосифу в Евангелии, как бы, все время так, именно вследствие своей, вот этой, скажем, слишком человеческой все-таки, вот это… Слово он немножко отодвинут, да, он все время даже и в живописи тоже где-то изображается на втором плане, его… Он не только на втором, сейчас и на первом, но как-то служебно. Да, именно в таком служебном плане. Основная, конечно, и поэтому и свет здесь тоже падает на ангела и Деву Марию, да, как богоизбранную, да. И поэтому, если говорить о человеческом и божественном реализации, так сказать, то вот этот круг избранности, так, круг предельно приближенным к божественному, можно сказать, обозначен выделенностью этого света. А Иосиф действительно тот, как человек, такой крепкий, крепкий человек, да, ну, если можно сказать, как бы применяю к таким каким-то культурным реальностью, да, в боевой момент готов встать, он как бы и спит-то так-то наготове, да, труженик, солдат, кто угодно, но, тем не менее, этим светом мы не обозначим. Этот мистический свет, он распространяется на эти две фигуры главным образом, хотя как будто бы главным образом затронут здесь, сон-то снится именно Иосифу, да, и хотя сон снится именно Иосифу, да, Иосиф не является здесь главной фигурой. И вот такая композиция, даже и у других художников, да, потому что сон-то снится, он встречается, этот сюжет, и в живописи европейской, ну, я думаю, довольно часто, часто она встречается, да. Он живописно выстроен вот так иерархически, да, ангел, конечно, вверху, да, что еще раз подчеркивает его божественное явление, да, а человек-то так или иначе внизу. И когда вот мы, то есть, сакральное здесь явлено, явным указанием на необычность, на сакральность, да, на невозможность, так сказать, если можно сказать, встретить в быту, да, подобную ситуацию. И вот это, как бы, так сказать, построение композиции сверху вниз, божественный, да, вот этот свет, атомистический свет, да, ясно, да, освещающий подобное построение фигуры. И вторую, да, второй сон, вернее, тот же сон, только, и никуда не уйти от этой вертикали или диагонали, да, так или иначе, выстраивающей, вот, может быть, здесь, правда, как-то по-другому, вот, эта человечность, ну, теряется магия, да. То есть, они, как бы, уравниваются с Иосифом, или вот эта, как бы, служебность Иосифа снимается некоторым, ну, я не скажу, искажением, конечно, да, но вот каким-то нарушением иерархии, что ли, в данном случае. Так вот, наверное, что мы, можно сказать, о Мурили, да, давайте тогда сразу к нему, не к Мурили, конечно, да, а к Латуру, да, вот эта тема, человек, вернее, Бог в отношении не только особо, как бы, богоизбранного человека, да, каким была Дева Мария, от которой воплотился, да, и родился, что-то Христос, вот, а человека, в вашем смысле, таком, как бы, скажем, ну, широком, что ли, для человека, преимущественно, понимаем о своем, такой, такой человечности. Не случайно тема простолюдина сегодня появилась, да, простолюдина, ну, можно сказать, просто человек, вот, человек, который никогда не уходит, как бы, на первый план, никогда не задействован в каких-то, каких, существенных событиях священной истории, вот, но, тем не менее, Бог является и Ему, богооплощение, как бы, продолжается, да, и вот эта новая встреча с Богом, уже не особо избрана, существом, да, существом человеческим, каким была Богородица, да, а вот именно с человеком, можно сказать, по преимуществу. По строению композиции мы видим здесь совершенно другое. Здесь нет вертикали, нет нисхождения, нет какого-то явного, которое художник вот так вот выразил, такими самыми, что-нибудь, ну, с устранными средствами, да, Бог наверху и человек внизу, да, они рядом. Ангел только немного возвышается над спящим Иосифом, вот, и само его явление трактуется по-иному. Да, в Евангелии сказано, явился ангел, да, и в первом и во втором сне ангел является, но вот, что подразумевается под явлением, как по-разному это явление изображено у Рембрандта и у других художников, да, которые вот эту иерархию устраивают, такую композицию, как бы, на словом, тем самым плане, да, ангел, явление, значит, нисхождение, да, ангел спустился, да, ангел пришел вот с этим, с вестью, да, вот, чтобы, как бы, так вот, как бы, так вот, здесь, что ли, в человечество, конечно, что-то внедряет, что-то ему так это внятно и ясно говорит, да, а вот тут само слово Бога, да, переданное через ангел, оно является, как бы, с учетом вот этого человеческого, вообще, без нарушения естественности человеческого сознания, если можно сказать, да, положение, да, вот это положение, ведь в Благовещении произошло, ангел явился бодрствующей Деве Марии, да, а у, вернее, в Евангелиях два раза ангел является спящим Иосифом, да, человек, как бы, не выдерживает этого, да, вот, да, вот, такого богообщения, да, для него это, может быть, невозможно, его надо, вот, как-то, поместить в какую-то особую ситуацию, особую, особую ситуацию, и вот здесь эта особая, особая ситуация и ясна, во-первых, она, как бы, человеческая, потому, что божественно отказывается от этой своей, как бы, не то же нарочитости, да, но от своего господства, как будто священная явно не на первом плане, на первом плане ситуация, в которой участвуют, в общем-то, изображения людей, так или иначе, вот та самая знаменитая свеча. Да, автор здесь, вернее, ангел здесь является не свыше, он не нисходит, а он, он именно, как бы, появляется, да, откуда он появляется, да, а появляется он, вот, тогда, именно из этой тьмы, да, той самой. И поскольку вот этот ангел появляется из тьмы, да, то и сама тьма уже не приобретает вот своих каких-то таких, можно сказать, негативных значений, вот, как бы, тех художников, на которых я засовался, да, тьма уже каким-то образом согрета, да, это какая-то тёплая тьма, откуда появляется ангел, это тьма, тем самым, не тьма в смысле отрицания света, а тьма, вот, как божественный мрак, да, в Леонисии, это, как бы, ещё невидимый для человека свет, да, который для него является тьмой, но он свет, потому что оттуда и является слово, оттуда и является ему Бог. Да, и второй момент, о котором вы говорили, когда-нибудь вот та самая свеча, вот, по поводу Иосифа, которого, Иосифа, плотника, который, в картине, который разбирала Надя, да, здесь очень много, вернее, вот, та сама царковская свеча во многом роднит данное было просто с тем, да, потому что свеча, это, в общем, действительно, естественно, естественный источник света, да, здесь никакой мистики нет, да, но в то же время этот естественный источник света, естественным же образом, да, создаёт различия божественного и сакрального, да, идущего от Бога и присутствующего только в человеке, потому что этот источник света, как бы для ангела не опасен, да, вот этот, он вот-вот обожрётся об эту свечу, да, но для него это не страшно, и он так близко к ним подошёл, что лицо его сияет буквально, да, вот, а лицо Иосифа и лицо, как бы сказать, только человека, скажем так, хотя это фигура свечейной истории, но мы говорим о свече Бога именно с такого типа персонажей, да, вот, с такого уровня, я не знаю, как формы, да, какие-то три минуты, да, я, собственно говоря, сейчас и заканчиваю, оно остаётся несколько в тени, оно не так светит, а то, что в нём светится, да, светится и естественным образом так, потому что свет свечей падает сюда, но ещё и потому, что его касается непосредственно рука ангела, и ангел весь подходит к Иосифу как бы не для того, чтобы вот так, как его резко разбудить, или что-то ему сказать, этого слова, может быть, он не выдержит, но во сне, для него важно явиться, будучи явленным наяву, да, и явиться Иосифу именно во сне, да, он, вот, для чего можно подойти в человечество, так сказать, ну, к спящему, чтобы его разбудить, да, ну, или чтобы сохранять его сон, тогда лучше эту свечу вообще задуть и уйти, да, а вот здесь нет, здесь нет, он подходит для того, чтобы как бы оказаться на таком расстоянии, когда Иосиф его услышит, чтобы этот сон сохранить, потому что вот эта происходящая ситуация такой любви, да, вот действительно, такого как бы убеждения, такого вот разговора Бога с человеком, в котором человеческое как бы учитывается, вот таким образом и принимается, и берется в расчет, да, не как в служебном, национальном смысле, о котором мы говорили, а в смысле вот такой реальности человеческого, как человеческое, которое должно бы вот так быть согрета и преображено, да, и поэтому, это, наверное, действительно один из путей к тому, чтобы преодолеть ситуацию неизобразимости, да, человека, ведь человек действительно, конечно, неизобразим, да, на самом деле, изобразим Бог, да, с этого начинается икона, с этого начинается, вообще, так сказать, тема образа, вот для того, чтобы вот человека, как бы сказать, выполняющего такую роль, да, в этом божественном сценарии, в то же время встретить с Богом непосредственным образом, да, для того, чтобы сделать фигуру второго плана, и ты говоришь, не второго плана, а как это лучше, ну, как бы, служебную, да, чтобы служебную фигуру сделать первенствующей, в известном смысле, на каком-то, в какой-то момент, в каком-то отношении, да, вот для этого, как бы, и загорается вот эта свеча, да, для этого исчезает вот этот мистический свет, и, может быть, действительно, вот эта картина Мурили, она как-то, ну, не знаю, является путем к этой свече, или еще чем-то, но, скорее всего, у Ремпромта, мы оценив с вером, миримся с мистическим, когда мы его, как бы, не воспринимаем, какой-то акцент специальный, какое-то слово, да, вот так происходит, почему и как, непонятно, а вот Мурили его, так сказать, акцентирует, пусть вот здесь вот так горит, да, и в этом действительно есть некое слишком сильное давление, да, и пропаганда, скажем так, проповедь, да, но вот от этого, из этого тупика выход оказался очень простым, это выход к тому, чтобы свет центрировать, чтобы сделать явление ангела, да, не извне, как бы, да, а, чтобы встретить человека и ангела в такой ситуации, когда их разделяет только свеча, ну, которая столько, так много может здесь прояснить, вот, ну, я буквально еще 10 секунд по поводу вот наденного плотника, да, ведь здесь тоже это божественное, да, проявляется в человеческом, очень ясно, да, вот этот светлый лик Христа, да, и такой, который явно свидетельствует о его божественности, и в то же время все, естественно, по-человечески ясно и просто, да, он держит свечу, да, он на таком расстоянии ее держит, да, на котором Иосиф обязательно будет в тени, да, потому что он работает, ему же надо что-то с этого сделать, а его помощник в данном случае в плотницком деле, да, он может ее вот так только держать. И так сверхъестественное здесь каким-то образом действительно преображается, да, вернее, не преображается, а естественное преображается, да, оно становится сверхъестественным без нарушения порядка естественности. И вот эти два начала соединяются тем самым таким, не хочу сказать органическим, но новым в отношении тех примеров, которые мы говорили раньше, образом. Ну вот я долго ждал, когда Олег Евгеньевич все-таки вспомнит о свече, но вспомнил. И самое главное, в конце было заявлено. И я это хочу особенно подчеркнуть, и в связи с тем, что говорил Олег Евгеньевич Наталья Михайловна, что в том и фокус, что художник использует живописные средства, что он использует здесь возможности света, как он изобразил. Что это не изображение мистического света. Изображения мистического света как раз и нет. Но изображая свет не мистический, а обычный свет свечи, можно выйти из пространства человеческого. Можно встретиться с Богом. И вот это как бы драгоценная особенность художника. И на этом фоне, вот скажем, великолепный опыт предшествующих художников, даже несопоставимым более крупной фигурой, как Тинторетта, он вдруг оказывается, ну не то чтобы снятым, не то чтобы вот опущенным куда-то, а явно ощущаешь, что что-то еще в живописи возможно. И более того, что-то еще в живописи нужно. Нужно попробовать отодвинуть всякого рода вот такие ходы, как бы сказать, искусственные, ходы, явно обозначающие все-таки естественную реальность еще ввиду ее некоторых условностей. А здесь все, здесь ничего не надо. Оказывается, можно остаться в пределах почти что на защитного бытовизма и прорваться туда. Вот это, собственно говоря, и есть опыт Жоржи Долатура. Ну а есть опыт, да, несколько иного ряда. Ну давайте сейчас уже, ну, два часа почти как, это, как работаем. Я попрошу мне тогда еще Стомера, вот там, где я, где, так вот, это, чечевичная похлебца, да? Ага, вот, да. Это Стомер, один из четырех голландских художников, которые, прежде всего, разрабатывали вот эту тему, ну, как бы, свечи, светильника, искусственного освещения. Ну, к сожалению, картина, ну, привычно говорить, что картина очень наворона в таком смысле, что сохраняется прозрачность света, сохраняется ощущение, да, того, что свет дневной, но она очень назеленена, и вот этой вот не степлоты, а, главное, этой жаркости, которая она есть. Ну вот мы видим, да, долго, вернее, не то, чтобы взрослая, долго я подходил к этой картине, и раз, и два, и десять, и мне в голову не приходило, я ее люблю давно, вот, кто здесь кто? Ну да, это, это, и Шап, а это кто? Я как-то никогда не знал, Баа, Рьяков, да, хотите, это не его бабушка, это Рьяков, да, а это вот, Горывэка, мать его, но, когда мы видим такое, что, что это за эффект, это эффект, как бы, слегка отстранен на иронический, вот у нас тут даже хорста мало, а вот в Гамальдин-галерее, в Берлине, там много этих вариаций, в том числе и на тему Якова и Сауа, а? То есть, что мы, прошу прощения, что мы, конечно, да, много, а здесь, здесь мы, здесь мы видим, да, и еще этого охотника, с этим зайцем, так нам, явно предъявлено, и вот вопрос возникает, я его обращаю к себе, и давайте все-таки ко всем нам, вот, мы видим двух оболгоев, да, вот, оба дурачка, явно вершающиеся вершица вот там, мамочки, как это и положено, сейчас она любимому сыну передаст право первородства, и что же в этой картине, с этим освещением, с этим библейским сюжетом, да, что же здесь значит свет? Выводит ли он нас в пространство сверхчеловеческого, да, или это уже такая чистая сниженность, или это обыгрывание библейских сюжетов уже в пространстве, так сказать, чистой цикулярности? Вот попробуй все-таки из нас всех, или кто пожелает, да, извлечь эту реакцию, так что же? Человеческая. Человеческая, говорит Вера, да. Еще, пожалуйста, какие-то реакции? Ну, говоруны сегодняшние, хотя от вас я не полное право потребую, Надя, а ваше председательное мнение, как вы отреагировали? Плохо верить, но я не знаю, как это сделать. Наверное, все-таки... Как это плохо видно? Ну, что это такое? Самое большое коактивное видение – это плохо видно. Это уже хитрость. А? В связи с плохого взгляния. Но мне кажется, что должно быть все равно свеча как-то освещать, как-то давать божественное какое-то видение. Елена Александровна, Наталья Михайловна, Олег Евгеньевич, вы реагируете быстренько. Ну, от вас я имею право потребовать. Я тоже оговорила, что неплохо видно, но, может быть, дело в том, что если это человеческое, то, может быть, без свечи это было бы ниже человеческого? Может быть, свеча придает некую значительность происходящего? Вот появится то, что удалатура, когда мы видим игроков в кости, так? Тот же ход, как бы? Ну, удалатура, насколько я помню, говорилось, что там благословляется, что свеча – это благословение не столько человеческое, сколько благословение Божие. А здесь, ну, не, вот этого, она не смягчает, да, она не смягчает, да, как будто бы драматизирует, что ли, как, кстати, вот у карават же эти высветы, да, они, как же все-таки все напряженно, как же все не так, как мы привыкли. А здесь просто есть какая-то вот эти персты, да, поднятые, свеча, свечающиеся, может быть, вот об этом, что вот что-то происходит, как бы оно ни казалось, только человеческое. Хорошо, спасибо. Наталья Михайловна, Анатолий Кривич, ну, Анатолий Кривич. Обычные человеческие ситуации, и, как бы, не просто выхваченные произвольно, а вот эта тьма вокруг, и свеча, которая, действительно, создают тьму, она, как бы, призывает нас, да, сконцентрироваться вот на этом событии, что это не просто группа людей, а это момент священной истории. – Все-таки священная история. – Священная, да, священная история. – Хорошо, спасибо. – Ну, я совершенно параситивная, поскольку это, конечно же, посвященная история, знаете, как продавший, да, садитесь на мое место, я уже не буду, пошли. – Также чеченечную похлёбку продавшись в этом городской лесах, вот, вы знаете, мне кажется, более оказавшись в городах, нежели его младший брат, потому что неспроста, и Осип производит, и Аков, распрощение, впечатление, болото. – Да. – Открывший рот, и как бы, даже не понимающий, на что его мать толкает. И свеча, наверное, здесь нужна исключительно какой-то внешне, момента море. Остановись мгновение, посмотри, произошло, происходит. Вот так вот, запечатлелось, всё. – Ну, тоже сверхчеловеческое, через человеческое. – Ну, вот, мне кажется, с разными оттенками, вот у Олега Евгеньевича всё-таки акцент на сакральности, всё-таки, да, на священную историю, вот, у остальных осторожно, только вот вера, пожалуй, единственная, которую вывел, оставила так все пространство человеческого и бытового. Но, вот, что кажется, моей реакцией, с чем бы я согласился, да, это не так называемое обыденное событие. Вот так буду очень осторожным, да. То есть, это что-то экстраординарное. Есть и другой мотив, да. Вот эти два лутуса, они, конечно, как бы сказать, орудия свершения, свершения над теми, кто в нем участвует, где-то возвышается, да. Они втянуты в некое событие. Вы скажете, ну, втянуты они этой фигуры, да. Они втянуты этой фигуры непосредственно. Ну, смотрите, как она зловеща и не лишена таинственности, да. Она, скорее, как бы вот пифия, да, которая изрекает свершащиеся. Ну, конечно, никто не скажет, что пифия сама вершит. Вот что-то есть от этого вершащегося. Что-то стоит над людьми, что-то стоит над действиями людьми, людей, в которые они вовлечены в веру. Вот это все-таки бы я сказал, наверное. А дальше, дальше, а дальше для меня наступает невнятица. Я не могу сказать, что это судьбины Божии, да. Я не могу сказать, что это священная история, Олег Евгеньевич. Вот здесь я как-то, у меня немножко язык уже трудно ворочится. Да, мы выходим из реальности нашей, да, это не просто, да, вот там семейка собралась, что-то за этим стоит. А вот что стоит, да, освящается ли освященное, вот тут как-то что-то недоговоренное, даже просто недоговаривая ему, да. Вот и в этом смысле куда-то такая стекулязность уже сильно выходит, мне кажется. Ну это, значит, бесхозаветный сюжет, и очень такой бесхозаветный, да. Да, и как бы судьбины Божии тоже, как бы, да, они выходит, то есть во тьме. Здесь еще вот, ну не состоялось этого предельного просвещения. Вот, уже это христианство. Ну это, как сказать, это один из ключевых эпизодов, да, и художники его любят, вот, скажем, вот, если говорить уже на переходе от иконописи к живописи, так, между прочим, у первого, кто этот переход совершает, у Джотто есть такой сюжет. И он, кстати, неожиданно, сейчас я не могу его комментировать, мы его не видим, да, он неожиданно психологически, так сказать, фундирован хорошо, там есть сложное душевное движение, да, так что, в общем-то, он из священного ряда, как бы, да, из сакрального, но здесь, все-таки повторю, да, художник как бы и не готов окончательно его из этого ряда вывести, да, но и почти нам ничего не оставляет для этого. Да, что-то вершится, да, с кем, как, почему, вот, что-то уже, вот, в этом случае, конечно, подходит к грани, может, наверное, не переходит, но очень, может быть, же ногу занято, может быть, одну поставил, я не знаю. Это как бы тема свечи, все-таки у нас тема свечи, да, освещение. Тема свечи здесь вот как бы и иссякает, как вот свет во тьме светит. Тема свечи здесь где-то подходит к какому-то порогу, который... Вот понимаете, сказать, что это Караваджи, в нормальном плане еще как-то. Тем более, да, верно, здесь тьма, как бы почти Караваджевская. Но какую грань? Вот понимаете, растерянность Караваджи, скажем, ответ на вызов, то есть, если Караваджи, у Далатура, у него ответ, да, вот есть Божья правда, вот Божий мир, вот что-то разрешается в Боге. Здесь, здесь, как бы действующие лица упрощаются, уплощаются, и Караваджи скажет, нет, нет, я не об этом говорил, я не с такими у меня что-то происходит, да, по поводу чего у меня нет ответа, есть растерянность, не с такими, если такие, так мне и наплевать-то, что это там, да, пусть с ними что-то происходит, вольно все просто, да, он не задействует вот это вот человеческое, даже если мы возьмем югив, который отрезает голову в Алаферну, ну там же видно какая-то вот это, да, действие, где-то вовлеченность людей во что-то, вот, действительно, вот эту самую судьбину Божию. Они не вовлечены, да, ими движут, но, знаете, об этом они не подозревают, у них нет ощущения вершачиваться в них сами, значит, это уже не ответ Караваджи. Где-то на этом я акцентирую внимание. И, Константин Андреевич, я попрошу вас, вот последние две, но этого уже мы не будем за недостаточное время, вот давайте последние, вот где там у меня райд, птичка, да, ну уже ладно. Ага. Едем, едем. Не в ту сторону, да, Аня? Вот, ага. Вот две карты, пожалуйста, начали ЦУ, она просто... А? Нет, она просто лучше видна, это лучше видна. Это, сюжет это... Саня Ильич, подаводились. Это, это опыт Томас Райт, середина 18 века, Англия, да. Вот мы опять видим, как бы, в смысле, мир, тресвейка, свечи. Что-то, я здесь, кстати, не вижу, не видит никто из этих свечей. Ну, явно он здесь, где-то находится, да. Вот, 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 в местности светят свечи. И пол боли это свечи, с этой, какая-то вот есть. Кто видит? Сколько стеклянных сосудов? Да, внестеклянных. Вот, да, достали, да? Ну, хорошо. Ну, давайте, все-таки, опять-таки, давайте друг друга спрашиваем. А здесь что-то с этим происходит? Вот здесь. А, к слову, какое у него название, может быть, немножко не толкнет? Это опыт, это опыт, где выкачивают кислород, и птичка помирает. Ковбы. Ну, чтобы доказать существование кислорода, да? Ковбы приношения. Нет. Никакого-то. Нет-нет-нет-нет. Что такое, а я забыл кислород, а, два вое это что ли, кислород, нет? Это вода. Ну, тоже, тоже, необходимо. Да, вот, как, что, оказывается, дышим-то мы не, это, чем, вон, это там же кислород. Вот, пожалуйста. Вот мы сейчас выкачиваем, птички-миную. Ну, собственно, милое дело, да? А? Нет, вот, смотрите, девочка смотрит опасливо, да, как это, душевно сукручий шов. другая и как она держит роботель на ручке даст свою подпорядку ставки и сестричку видимо так и ставить тысячи на это смотреть не может все остальные этот задумался да о чем он задумался великий судьбу кислорода да это просто смотрит за эти ребята включены в опыт и все это освещено мир на и свете свечи а что здесь на чем здесь держит картина по-своему очень хорошо она состоялась вот на чем здесь свет держит что здесь свет держит что он удерживает да что за нет мир создается это не мигация это не вот пустота какая-то а мир мир где люди живут и достоинства луна как бледное пятно сквозь тучи брачные желтела уже нет знаете в том-то и дело то настроение это уютное очень хорошо собрались милые славные воспитанные да вот друг другу хорошо очень относящиеся люди вечерком они как у камина у камелька собрались его сейчас они будут интересные опыт они все будут смотреть да хорошо так а вот нет такой мир каминах на самом деле да и это это вот как раз тот тот свет домашнего чага да это свет такой приватности дружественности дома вот это самая английская что есть на свете да это был вот свет поворачивается к нам на такой стороной это уже конечно все опять-таки без корова для это невозможно это это не короваджим хотя формальном смысле и потом вы знаете да свет создает такой вот таинственной какой-то до ситуацию что-то что-то такое вот да там вдали может быть тревожная манящие да на 2 аня призраки вот эти наши с вами появляются до каком мире но призрак тоже не абсолютно серьезное вот он такой вот интересный очень глубокий да и все это сквозь уют вот выйди туда там действительно ветер будет а там деревья шевелится лапы свои тянут а вот а вот это хорошо такая тем самым как бы церковь да если как бы церковь только когда-то была церковь да вот это в этом единство а вот здесь как бы свет свет разума то есть это не просто они собрались для мелых бесед семейных они собрались по поводу вот ходу прорыва в науке и вот в это их повседневность такое недели не притязательно что вдруг вот вывается не некие фундаментальные открытие может быть в науке знания природе вот так не совершается от этого науки нет я не говорю что это совершается они демонстрируют они причастны к этому они выходят действительно за круг вот своей повседневности скучно это однообразно тогда да это как бы и есть свет разума да конечно и коснулся спасибо конечно я согласен что здесь есть что-то цветово конечно здесь нет выход какой-то за рамки повседневность до астана выход из ординарного экстраординарного повседневного да вот нечто вот такое превышающие него это какие-то отцветы это отблески того когда было человеческое и божественное сейчас этого уже нет да но вот со светом со светом да все собрались как был вокруг света разума но вот но собрались они вот как-то уютно да как-то хорошо и здесь нет этого знаете если уж это свет разума так давайте пересполняться познавательным пакетом давайте все устремим горящие взгляды и и людей ищущих обретает нет они собрались как бы у каменька посолюдаем хорошо вот они из этого опыта делают какой-то уют и и вот здесь какая-то неуворимость сказать что да вот разум имеет свои издержки девочки-то плачет ну девочки это как значит чуть-чуть очень мило и это вот так вот смотрится как-то так вот такая невнятность из науки да или из научного опыта делается что-то вот такое и маленькая дома домашнее событие там много еще могут быть танцы да может быть домашний театр может быть чтение у того же камина а может этот опыт более более редко и трудно имеющих вот сейчас он совершает до повседневности выходе куда попробуй куда и пожалуйста как и андреевич вот это еще вот эта картина томасарадь тоже назелененная из нашего эрмитажа да она очень хороша здесь мы видим кузницу это кузнец конечно да вот кузнец орудуют здесь стоит я не знаю него тоже кузнец да он стоит рядом со своей молодой женой она держит владельца а это путник да путник который который уставился гласный оторвать от этой вот соблазнительные приветствия у него так вот со вкусом записано простите меня вот такой плечик а так здесь куда куда как это хорошо он задумался ему где-то ему где-то друг другу а вот а вот а почему это не я да да вот этот самый кузнеца отбрасывает искры и и огонь на улице явно не настя пасмурно здесь опять таки вот вот такой уют свет свечи создает некое такое пространство за приватность это вот как бы дом домик образовавшийся на несколько минут сейчас все разойдутся не вечно же ему не видимо возможно что куплику он что-то там чинит его корейки но это светочек а свет кузнечно это же та же самая свеча та же самая лампа куда уютная в обжитое человеческое собственно говоря никогда не был когда не нужно таков то опять таки вот зачем там о чем говорил ночью о чем карават же то так беспокоился шушь карават это затосковал что же него так мирно начало в таком разрыве существовать можно вот так обойтись малыми средствами просадку и же больше человечества здесь как бы тема это замирает хотя уверяю вас если вы эти картины есть не просто даже в подлиннике хороших репродукциях но но точно точно глаз не оторвали то знаете вот как почитать очень хорошую книжку но не это не доказательство читать а вот английский билетериста савлева пожарской части писательницы до литераторской романистки они такие романы очень очень писали до уютные естественно его хорошо читать и отдыхаешь какой душой но надо только знать теперь серьезности этого чтения это действительно уют вот эквивалент ему такая вот английская вот это вот вот так вот так используется свеча вот эти этим она заканчивается на во всяком случае в период живописи собственно классической такие у меня вызывает ассоциации вот эти две картины очень краски если если у кого-то какие-то впечатления еще есть по этой части пожалуйста уточнение вот если борис алексеевич сказал что это свет разума я когда помнила что это свет всего лишь разума потому что вот я сначала рассматривать может все таки он такой холодный вот так вот может быть как раз потому это всего-навсего вот такой разум всего на всего наука и и если олег евгеньевич сказал что это церковь да то можно так сказать опять же учитывая что вы сказали что роман да хорош английский новый но свадьи по своему счету и только а если предъявлять этому счет церкви то можно сказать но грустно если церковь всего лишь вот это это вот церковь по такому уютному счету и интересно что вот я все время опять же с этим холодным светом думала как может сочетаться да холодный свет и уют вот эти а вы имеете то что освещение холодное да но на картине оно теплее я все равно думаю что оно холодное хотя бы просто по сравнению с той второй картиной потому что та вторая и вообще все которые мы видели светлее чем холоднее на это светлее но холода такому так уж нет ну пожалуйста пожалуйста я боюсь теперь уже конечно как бы все не рухнуло но все таки в связи с тем что этот цвет холоднее чем все другие которые мы сегодня видели хотел сказать что ведь вот с этими вашими санны санны сергеевны призраками ведь готический роман да с этими призраками он уже тоже уютный и призраки уюта не мешают это даже здорово когда тебя испугали а потом успокоен и вот здесь тоже за счет чего все-таки эта атмосфера за вернее за счет чего уюта мне за счет света вот первые ходы ошибочные были что вы там луна все так это как-то призрочно а и пусть цвет холодный и пусть луна за окном а вот этот круг который да они образуют все собравшиеся вот это и есть и уют и замкнутость этого мира мирка вот они собрались вокруг вот этого вот светика такого большого и всего лишь человеческого но такая вообще близость людей друг другу почему церковь употребил да я явно так сказать подвергая себя опасности что такое понимание да такое ощущение друг друга бесспорно имеет имеет где-то истоки не в разуме да который здесь не более чем игрушка да а именно в каких-то церковных оснований которые которые сейчас стали за которые еще как-то пришли которые научили людей быть такими да которые здесь сделали англии англии вот в этом смысле конечно все живет доживает доживает доживаете за счет не нашелся в церкви но уже за пределами церкви да уже за пределами да но вот это состояние человеческой близости иначе невозможно нигде больше да еще